Должно завестись, но не заводится. Добрый день, с вами опять ОМЗАП. Сегодня будем устанавливать контрактный двигатель на кейс Оренто БЛ. 2,5 литра, турбодизель, восьмой год. Дело даже не в том, как мы его будем устанавливать, а речь пойдет о том, что необходимо глянуть, то есть в первую очередь, прежде чем его туда засовывать. Смотрите, двигатель вот он висит у нас, контрактный, пришел он у нас с ТНВД, с водяным насосом, с теплообменником. Первое, на что необходимо обратить внимание, это топливные форсунки. То есть в одной из шахт и четвертой была сгоревшая шайба, то есть внутри в шахте была сажа. Вычистили всю сажу, сделали фрезеровку шахт. Если в шахтах была сажа, обязательно вскрытие поддона. Неважно, одна форсунка, две, там шайбы сгоревшие. Согласовывайтесь, где приобрели. Вкрываем поддон и смотрим наличие сажи, стружки. И бывает, что мотор перебирался, и какие-то остатки герметиком, масло за заборники или что-то еще. Вот, поддон мы здесь скрыли, все проверили, все чистенько. Шайба была всего одна, сгоревшая на моторе. По цепи ГРМ тоже согласовываем и скрываем только верхнюю крышку, 9 болтов. И смотрим, насколько у нас износ цепи. Нижнюю нам уже не дадут скрыть. Смотрим сразу шкивы, ролики, насос, не протекало ли. Здесь поставили китайскую турбокомпрессор. Здесь и есть такой нюанс, что вот эта улитка, она стоит обычно неровно. Вот этот штуцер, давление подачи, давление масла, должен стоять по центру. Это на Kia Sorento. Если это Hyundai Grand Star, то она будет чуть-чуть вовнутрь, то есть где-то примерно вот здесь. И еще ряд моментов при установке любого двигателя. Если у нас коробка автомат, не важно даже, если у нас механика, маховик, крепление болта совмещаем вниз. Потом здесь, на коробке, гидротрансформатор тоже совмещаем по центру. Потому что если вы не совпадете, вам опять придется потом мучиться и отталкиваться. Очень часто допускают ошибочки. Также, то есть опять мы его прокручиваем, сажаем до конца. Тоже часто происходит такое, что если он не сел, то раздавливает потом болтами. Еще момент, то есть направляющие тоже всегда смотрим, где они и сколько. Потому что в коробке свои остаются, на двигателе свои. Потом мы пытаемся его вставить, но он у нас не встает. То есть направляющие у нас здесь получается справа, а здесь слева она была, я ее снял. Потому что с чугунного блока снимается легче, чем с алюминиевой коробки. Мотор тоже желательно выставить ровно, то есть чтобы он не был у нас. Вот хотя он у нас немножко в стороночку, сейчас я его приопущу и на одно звено перекину. Вот он, все, двигатель висит ровно. Вот эти все нюансы дадут возможность вам быстро и аккуратно поставить мотор. Потому что потом там крутить и вертеть его, то есть будет очень сложно. Все, готов, будем сейчас вставлять. Возьмем напарника, который нам сейчас поможет. Собрали все, чтобы запустить двигатель. То есть полностью собирать его не будем. Мало ли, где-то какая-то течь масла или какой-то там нехороший стук. И надо будет, допустим, разбирать или снимать опять. Зачем? То есть сейчас вы соберете, а потом разбирать все заново. Смотрите, самое главное, что если у вас автомат, то мы, радиатор, радиошланчик, мы его закольцовываем. Первое, что нужно, неважно, бензиновый или дизельный, отсоединяем. То есть либо мы отсоединяем там катушки, чтобы искры не было, либо, допустим, вот от форсуна. Если движок там стоял полгода, год, два, три, даже будет отсутствовать компрессия. Или будет низкая компрессия в одних там из цилиндров. После того, даже когда двигатель запустится, будет какой-то нехороший, допустим, звук. Допустим, будет неровно работать, дым. То есть этого не пугайтесь. Это нормальное явление любого контрактного двигателя. То есть накачаются гидрокомпенсаторы. Даже топливные форсунки, когда просто сняли и поставили. Ну вот, к примеру, у нас машина стояла месяц. Клиент сам искал мотор, то есть сам привез. Вот месяц она стояла, даже его новый аккумулятор подсел. Сейчас будем крутить до тех пор, пока не погаснет лампочка. Будем вот этими кусочками прокручивать, то есть там по 5-6-7 секунд. Сейчас сразу лягушку накачиваем, чтобы жесткая стала. Не накачивается. Сейчас мы прокручим стартером, и она накачается. Ну вот, смотрите, сейчас вот здесь вот как раз послушаем звук. То есть вообще, в целом, то есть это будет сейчас вот первый, можно сказать, запуск. Мы его не заводили, и сейчас сами все услышите. Ну вот, сейчас мы прокрутили первые 5-6 секунд. Судя по звуку, в каком-то из цилиндров низкая степень сжатия. То есть это не накачанный гидрокомпенсатор. Поэтому сейчас при запуске, он запустится там на одном-двух-трех цилиндрах, будет наличие сизого дыма, то есть трубы у нас, и, скорее всего, неровная работа двигателя. Подкачка все накачалась. Сейчас еще так же крутим, а потом будем заводить. Основная задача у нас прокачать все. Гидронатяжители могут еще не накачаться, гидрокомпенсаторы. То есть после долгого стояния может зависнуть какой-нибудь клапан. Если топливо дойдет быстрее, чем накачается масло, то есть при неровной работе может перескочить цепь. Не знаю, заклинить клапан или что-то еще. То есть вот сейчас три раза мы сделали. Все, сейчас вроде бы посторонних звуков никаких нет. Одеваем разъемчики и будем сейчас запускать. Хотя чувствуется, что в одном из цилиндров не хватает немного компрессии. То есть судя по звуку топлива, все у нас накачалось жесткое. Смотрите, охлаждающая жидкость нам не нужна. Дело в том, что данный двигатель считается холодным. Он в процессе работы пользуется неограниченным количеством воздуха. То есть он охлаждается в большей части. То есть он смело может проработать 10-15-20 минут и с ним ничего не случится. До этого три раза прокрутили, сделали две попытки, двигатель не завелся. Не стоит, опять же, бросаться в панику. Причиной может быть наличие накопленных ошибок. То есть и они не дадут нам запустить двигатель. Также причиной может быть секретка. То есть сигнализация, все что угодно. Бывают вот именно вот эти ошибки по регулятору, по датчику давления топлива. Вот эти ошибки могут не давать завести. Так, делаем сброс. Накачалось до упора, жестко. Заходим в даталист и смотрим, считывают ли обороты. И есть ли давление топлива. Ну вот обороты она считывает. А давление топлива, вот пошло, пошло, пошло. Давление есть. Должно завестись, но не заводится. Бывает такое, что оно не заводится. Вроде давление топлива есть, но оно не заводится. Бывает, что именно воздушат топливные портунки, то есть дизель. вот для этого для этого можно как вариант то есть подкручивать там трубочки или что-то сделать но можно немножко вырызнуть очистителем пусть это будет очиститель или это будет допустим тот же эфир вот чуть-чуть прям рывочек нам нужен ну немного брызгать ну вот видите датчик давление или форсунки залипли совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть нам и у стартера не хватало оборотов чтобы дать давление на то есть для запуска чуть выше вот мы прям чуть-чуть раскрутили и он раз сразу завел без всяких проблем вот у нас работает вот это все отлично сейчас смотрим чтобы не было допустим вы меняли турбокомпрессор обращаем внимание на масло видите вот здесь появилась капелька масла на неоригинальных турбинов иногда приходится подкладывать две шайбы вот появилась капля марта надо будет открутить штуцер и подложить еще одну шайбу это их болезнь то есть у оригинальной не бывает так только вот в этих неоригинальных мотор работает посторонних звуков вроде бы нету есть звуки с гидрокомпенсаторов для этого необходимо полностью собрать залить охлаждающую жидкость прокачать всю систему дальше я думаю вы все тут справитесь то есть поставить радиатор охлаждения у вас все заводится все работает в принципе вот так но это сейчас то есть был рассказ о том как избежать ошибок при установке чтобы не испортить мотор на ранней стадии поставить его быстро и качественно то есть вот эти все нюансы неважно какой у вас мотор бензиновый дизельный то есть одни и те же нюансы то есть практически в любом то есть это соединение с коробкой это запуск это прокачка турбины прокачка гидронатяжители и так далее ну все до новых встреч и